Продолжение следует... Он может фиксировать явку, избирать или нажимать на кнопку, посадить. Вот главный экран нашего приложения, соответственно, вот его функционал. Он может сообщить о нарушениях, то есть он может снять фото, видео, явлюсь на нарушениях, кликнуть по сообщению нарушениях, написать некий комментарий и отправить их все на сайт. Вот так выглядит главная страница сайта. Как только наблюдатель отправляет всю информацию о нарушениях, эта информация отправляется на сайте в реальном времени, то есть даже без обновления страницы, информация о нарушениях уходит на сайт. Соответственно, если мы спустимся на уровень участковой экспертной комиссии, то мы увидим это нарушение на этом участке. Собственно говоря, вот на главной странице, это здесь будет, там, счетчик будет увеличен, а пусть едим. Так. Соответственно, Другая возможность нашего приложения, это сообщить о результатах голосования на данном участке, то есть здесь наблюдать немножко, ввести цифры за каждого кандидата, прикрепить конкретно коби протокола и опять-таки отправить это все нам. И здесь же на сайте мы на главном экране все это сразу же в реальном времени отобразим. То есть картинка будет постепенно от всех наблюдателей собираться, она на сайте аккумулируется по всем участкам. И в итоге вот на уровне России мы будем видеть четкую полностью картину по всем тем участкам, на которых есть наблюдатели, на которых они, соответственно, отправили свои данные. То есть тут я не очень это все отобразил на презентации, то есть на сайте можно еще спуститься на конкретно федеральный округ, на город, на район города и на конкретный участок и видеть эту картину по участкам. То есть сейчас мы находимся на уровне России, она, помолчаем, это главная страница. Если мы спустимся чуть-чуть ниже, там, здесь об этом сказано, но это все на сайте видно, мы можем зайти на конкретный участок, конкретного УИКа и видеть ту же самую картину, но в рамках этого УИКа. То есть наблюдатель может брать все данные, убедиться, что эти данные пришли на сайт по его УИКу. И, соответственно, так как у нас картина иерархическая, то все данные по всем участкам, они вот так вот собираются на сайте, и на уровне России это все прекрасно видно. То есть можно, опять-таки, спускаться, смотреть ситуацию по городу, по округу, по району и по конкретному участку. И на уровне конкретного участка видеть, собственно говоря, какие нарушения от наблюдателя отправлял. Все эти нарушения, соответственно, у нас появляются здесь, и можно как-то давать дальнейший ход, там, расследование этих нарушений, то есть, там, давать жалобу судьи и так далее. Существует несколько таких похожих систем. Это я наблюдатель, это веб наблюдатель, проект Росвыборов и, собственно говоря, мы. На этом слайде прекрасно видно по функционалу, что, собственно говоря, позволяет похожие системы, что позволяем мы. То есть, если мы возьмем я наблюдатель, веб наблюдатель Росвыборов, у них, в принципе, нет вот этого сайта, то есть, их данные непонятно куда уходят, непонятно где отображаются. То есть, нет такого фронт-энда по тому, где, собственно, можно увидеть эти нарушения и результаты голосов. Соответственно, у нас есть и подчет голосов, это кнопка плюс один на этом экране. То есть, на каждый отпускаемый уровень бюллетеня, человек-наблюдатель кликает по плюс один, и данные сразу же отображаются на сайте. И картинка в реальном времени может строиться на сайте, и можно видеть все нарушения по сиявку по конкретному участку, и явку по России в целом, и, опять-таки, по городу, по любому уровню можно видеть явку избирателей. Опять-таки, от этого ни у кого нет. Все, например, что есть и у веб-наблюдателей, это образцы жалоб на нарушения, наличие памяти для наблюдателей. И там есть какой-то чек-лист по проверке действий комиссии по расположению урн, по отсутствию дипматериалов и так далее. У Росвыборов немного больше функционал, но проект Росвыборов, вот такая платформа, она, в принципе, для этого абсолютно не предназначена, потому что они подключили другой проект, геолокейшн, сервис, это дело, то есть их платформа не предназначена для конкретных выборов, для контроля за выборами и для подсчета голосов и отображения результатов этих голосов. То есть мы это те, кто единственные, кто предлагает вот такое приложение для наблюдателей, и, собственно, вот фронт-энд, который это все визуализирует в реальном времени и отображает все результаты всех участков, на которых есть наблюдатели. Поэтому это рабочая система, вот у нас их 112 наблюдателей до 4 марта. У нас основная проблема – это подключить наблюдателей к нашей системе, потому что я взаимодействовал со всеми организациями, которые курируют наблюдателей. Это голос, это лига избирателей, это еще барышка, то есть я с ними общался, но они не были заинтересованы в нашей системе, они как-то всем особенно работают между собой и не хотят подходить к общему знаменателю, соответственно. Мои предложения настойчивые на протяжении месяца, они просто, ну, либо там, тормозились ответами, либо ребята нам бы не нужны, в принципе, у нас еще свое разрабатывается, и мы запустим что-то свое, а в итоге ничего они, собственно говоря, не запускают, и координация на уровне вот этих организаций, она просто хромает. А нам, вот нам не удалось их организовать между собой, и, собственно, поэтому наша система не заработала на президентских выборах. Но процесс выборов – это такой постоянный процесс, мы думаем, что если нам удастся, если нам удастся чуть больше сил, развернуться как-то, то мы можем участвовать на любых выборах и предоставить нашу систему на конкретных выборах, то есть на грядущих выборах любого уровня. То есть проблема, которую надо решить, это, по сути дела, найти общий язык с организаторами. Либо подключить наблюдателей самих через нашу систему. У нас можно зарегистрироваться на сайте, тут опять-таки функционала нет, но если вы залезете на сайт, то там все видит. Там есть регистрация, можно зарегистрироваться, как отличить наблюдателей фактического, а то неправильно наблюдателя должно быть. Вам надо разработать сценарий, каким образом ваши потенциальные пользователи в большом количестве вам придут, сам их пользоваться. Да, да, это единственная проблема, собственно. Потому что проект нельзя считать успешным, обычным, пока к нам не пришли наблюдатели. Но донести наблюдателей, наши мысли до наблюдателей, нам не очень удалось, потому что я пытался донести до наблюдателей наши мысли, общаясь с организаторами, курирующими вот эти организации, голос, лидер, избиратель и прочее, но они не заинтересованы. То есть можно еще попытаться как-то через наблюдателей, нанести, чтобы сами наблюдатели массово внести информацию массово, чтобы было своего голоса. Либо идти снизу, либо понять, почему они были не заинтересованы. Они не заинтересованы, я объясню, потому что они, во-первых, далеки от IT, от IT, то есть от программирования, от веба и прочего. Ну ладно, давайте мы это были истинные. Да, и Максим, у вас вот здесь еще два вопроса из зала, возможно, третий. Это уже началась работа, у нас это дело. Да. Давайте, давайте. Максим, да? Да. Здравствуйте, еще раз. А скажите, вот это кто вообще финансирует? Это мы своими соотношенными силами в рамках своей команды взяли и сделали. Просто вот я смотрю, да, я как покритиковать люблю, так и критику слушаю, уже вскладывается. Вот смотрите, тут по мнению наблюдателей, по мнению ЦИКа, да, у вас? Да. Почему, допустим, вы не стали отображать коэффициенты ошибок, как ведь, не ошибок, а именно вот этих вбросов различных? Потому что, ну это же тоже очень важно. Ну а то же какие-то детали, это все можно сделать, естественно, это уже детали, в которые можно, конечно, закопаться и все это сделать. Ну а то я считаю, что в дополнительном персонале, в принципе, тут все видно, да? Да, может быть, похоже на него может быть. Нет, просто видно-то видно, но вот надо же учитывать то, что люди, когда делают какие-то вопросы, это очень отражается. И вот вы так громко фразу сказали, то, что это на всю Россию. Блин, да это в Питере и в Москве. У вас на какие платформы вообще приложения тут сделаны? Ну смотрите, вообще наблюдателей, по-моему, там около 100 тысяч, да? Зарегистрируем наблюдателей, если взять все это, там, ну даст, там около 100 тысяч наблюдателей. Это значит, такая большая компания людей. Это не только Москва, Питер. То есть только по Питеру наблюдать и Петербург, и покрытие всего Петербурга обеспечено 100%, там ее и близко к 100%. В Москве с этой стажей картина, мы еще плюс регионы, и города-миллионники, а пока там тоже покрытие, ну, неплохое. Хотя мне нет ничего с обедома, да мы? По нашему приложению мобильному, у нас есть версия по Android, опять-таки можно включать на сайт, там. У нас есть веб-версия, то есть любой смартфон с выходом в интернет может воспользоваться нашей веб-версией. Там один в один, что вы видите здесь, на экране один в один веб-версии телефона этого приложения, веб-версии, то же самое. То есть фактически это любой телефон, любой смартфон с доступом в интернет. Просто можно вымещать? Может быть, вы дадите, у нас просто ограничено, и просто в персонале, пожалуйста. Еще раз, Максим, скажите, пожалуйста, только для наблюдателей этот сайт? А нарушения, да? Или любой человек, кто приходит и видит нарушения, так же может? Ну, вообще, у нас изначально была задумка, что как-то организовать все эти компании и какой-то координационный центр их создать, и запуститься в координационный центр, то есть. Ну, понятно, что данные о явке, о подсчете голосов.